Первая говорящая Чихуахуа Софи Расчесывание Уход за шерстью Чихуахуа начинается с тщательного расчесывания Многие хозяева ошибаются, когда думают, что короткошерстную собаку расчесывать не нужно Она нуждается в этом, как любая другая Расчесывание собаки помогает избавиться от мертвых волосков, грязи, а еще является хорошим массажем и стимулирует к активному росту шерсти К уходу за шерстью собаку лучше всего приучать с самого раннего возраста Но не забывайте, состояние шерсти, конечно же, зависит не только от ухода, но и от правильного питания и вообще здоровья вашей собаки Для расчесывания короткошерстного Чихуахуа вам понадобится Мягкая щетка из натуральной щетины и, например, специальная перчатка с резиновой скребницей, чтобы удалять мелкие омертвевшие волоски и делать массаж Резиновая рукавица прекрасно массирует кожу, заставляя кровь приливать и этим стимулирует рост Желательно отчесать короткошерстную собаку минимум раза 3 в неделю щеткой Длинношерстных Чихуаху нужно расчесывать тоже, как минимум 3-4 раза в неделю Для расчесывания вам понадобится гребешок с неострыми зубцами, массажная щетка и пуходерка, если шерсть достаточно длинная и есть места, где возможно появление колтунов От качества этих приспособлений зависит состояние шерсти Лучше не пожадничать и, пообщавшись со специалистом, купить качественные инструменты Щетка может использоваться при сушке шерсти и для массажа Гребень для прочесывания шерсти за ушами, подмышками, возле интимных мест, где могут образовываться колтуны А при линке можно использовать пуходерку, если Чихуа очень пушистая и у нее много шерсти Как же необходимо расчесывать собаку? Сначала расчесывают против шерсти, от хвоста к холке А потом, вычесав все омертвевшие волоски, уже по шерсти, со спины, по направлению к хвосту и в конце хвост Особое внимание следует уделить труднодоступным местам, за ушами, на локтях и на бедрах вашей собаки Кроме того, можно делать и дополнительный массаж, кроме обычного вычесывания Мы с Иваном очень любим массаж, думаю, его любят все собаки Как хорошо ты, София Такай София, расскажи про мою любимую штуку, кроме щетки Ага Кроме резиновой перчатки, мы иногда используем такую штуку для людей Их продают для массажа головы Но мы обожаем, когда мама делает нам массаж этой штукой А, вот это да Да, София, сейчас усну от расслабления Засыпаю уже все Мам, ну ты что, все что ли уже? Сделай, пожалуйста, еще, так приятно Купание Запомните, человеческая косметика не подходит животным Даже если она очень дорогая и хорошая Эти средства способны нанести вред нежной коже Спровоцировать появление перхоти, экземы и другим полячек Используйте только специальную профессиональную косметику качественных марок Конечно, все эти шампуни, кондиционеры, спреи могут стоить недешево Но помните, они очень концентрированы и используются очень экономично А еще и учитывая размеры чихуа Например, мы разводим все наши средства обычной водой В соотношении указанном на упаковке Также, если вы собрались мыться, проведите процедуру расчесывания перед этим Есть много мнений по поводу чистоты купания чихуа Одни говорят, мыться необходимо 1-2 раза в месяц Другие считают не чаще 1 раза в 3-4 месяца Ведь частое купание смывает природный жировой слой на коже собаки Я же считаю, что лучше всего купаться по степени загрязнения Если вы видите, что шерсть собачки уже не такая воздушная, гладкая, блестящая Или явно грязная Или вы где-то были, где собака испачкалась Пора мыться То есть, если вы видите, что ваша собака чистая Мыться не нужно Однако сейчас существует множество современных шампуней Которыми можно мыться даже каждый день Но я лично этого не делаю и не рекомендую По поводу температуры воды Не забывайте, она не должна быть холодной или горячей Слегка теплой, в виде у собак другая температура тела О купании чихуахуа у меня есть отдельное видео Ссылку на которое я дам в описании и в конце Для мытья чаще всего используют шампуни и кондиционеры Шампунь смывает естественную смазку вместе с загрязнениями А кондиционер способствует восстановлению защитного слоя Шампуни бывают самые разные Обычные, лечебные, противопаразитные Подкрашивающие, отбеливающие Специальные для щенков, гипоаллергенные и другие Подбирать шампунь нужно индивидуально Посоветовать ветеринара или другого специалиста У меня с шерстью в принципе все в порядке Поэтому я пользуюсь шампунями для обычной шерсти Никаких особенностей или лечения Кондиционер наносят на шерсть собаки после купания Которые не требуется смывать Последние чаще всего выпускаются в виде спрея Лечебные кондиционеры также лучше подбирать со специалистом После использования шампуня и других дополнительных средств Их нужно тщательно смывать Чтобы на шерсти не осталось ни следа от средства Остатки могут вызвать аллергию и другие реакции После купания следует просушить шерсть чистым, сухим и хлопчатобумажным полотенцем Многие хозяева используют фен для сушки шерсти собаки Но нельзя использовать режим горячего воздуха Потому что можно обжечь кожу собаки Лучше использовать прохладную струю Но всегда помнить, что это может привести и к простуде маленькой собаки После прогулки, особенно в грязную погоду, следует мыть лапы Если собака испачкалась, всю собаку Стричь собаку надо с частотой, определяемой скоростью ее обрастания Стричь бывает полная или частичная, то есть гигиеническая Гигиеническая стрижка подразумевает частичное удаление шерсти на лапах Вокруг анального отверстия и слуховых отверстий На лапах шерсть подстригается вокруг подушечек Между пальцами и по кругу немного выше когтей Чтобы во время бега и ходьбы шерсть не соприкасалась с землей Если шерсть на лапах очень долго не стригут На них налипает мусор, скапливается между пальцами и может стать причиной хромоты Кроме того, если лапы обросли длинной шерстью Это выглядит не просто неопрятно, но собака не может быстро передвигаться Если же речь идет о полной стрижке или груминге То лучше всего собаку отвезти в специальный салон для собак Или пригласить специалистов Так что не забывайте постоянно чесать вашу собачку Мыть по степени загрязнения, делать массаж и стричь по необходимости Средств для ухода за шерстью существует очень много Важно подбирать и находить то, что подходит именно вам Мы тут на днях купили набор для ухода за шерстью на пробу Крис Кристенсен это американская марка Набор включает в себя увлажняющий овсяный шампунь для сохранения яркости цвета шерсти Белковую маску для укрепления шерсти Увлажняющий восстанавливающий кондиционер И спрей для охлаждения, защиты от солнца и завершающего ухода за шерстью Я сняла отдельный видео обзор про использование этого набора Очень скоро он появится на моем канале Так что спасибо большое за внимание С вами была первая говорящая собака-видеоблогер Чихо Ахуа Софи И Чихо Ахуа Эйвен Подписывайтесь на наш канал Смотрите видео, ставьте лайки Подписывайтесь на мой инстаграм И группу вконтакте И будет вам счастье Молодец Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok